В ходе рабочей поездки министр транспорта России Роман Старовойт и в Рио главы республики Алтай Андрей Турчак посетили один из объектов нацпроекта. Место встречи выбрано не случайно. Мост через Катунь у села Платова 90-х годов постройки соединяет республику и Алтайский край. Сегодня он в предаварийном состоянии с односторонним реверсивным движением. Ситуацию исправят строительство нового моста. На сегодняшний день ограничена грузоподъемность до 7 тонн. Грузовой транспорт сегодня делает большое плечо, чтобы попасть как на Алтайский край, так и на республику Алтай порядка больше 50 километров. Цель строительства моста это соединение двух регионов и экономического развития, как и для республики, так и для Алтайского края. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, в регионе идут работы по строительству автомобильных дорог на перевале Кату-Ярык и Каракольским озерам. На федеральной сети в ближайшей перспективе расширение Чуйского тракта. Четырехполосное движение у нас заканчивается при въезде в поселок, в населенный пункт Саузга. А все вставится? Да. Соответственно, у нас заторвый режим здесь, заторвый режим здесь. Пятилетним планом строительства предусмотрена реализация проекта. Соответственно, этот участок у нас по существующему направлению имеет протяженность 21 километр. Время преодолевания пути в свободном режиме достигает до 20-20 минут. Соответственно, при пиковой интенсивности вырастает до 50 минут и 20. До часа. До часа. Основной вариант, который мы сейчас будем детально в ходе проекта прорабатывать, это участок протяженностью 24 километра с двумя локальными обходами населенных пункт Саузга, населенных пункт Монжинопок. В этом году начнется разработка проекта. Строительные работы планируются с 2025-го. Реализация объекта обеспечит пропуск транспорта на одном из самых загруженных участков федеральной трассы. В турсезон интенсивность движения здесь превышает 23 тысячи автомобилей в сутки. Кроме того, повысит транспортную доступность для жителей ко многим населенным пунктам, а туристам – к достопримечательностям. Юлия Цапко, Сергей Бертман. День с толком.